Всем привет, дорогие друзья! Начинаю влог. Я уже столько сделала, у нас не утро. Я съездила к хиропрактору, ну в общем к человеку, который занимается спиной, мне там похрустел и поставил такие электроды, электрофорез, даже там у него разные системы, чтобы расслабить мышцы. У меня дельтовидные мышцы сильно напряжены и совсем не расслабляются. В общем, мы сейчас над этим работаем. Еще намазала меня змеиной мазью какой-то, которая до сих пор жгет. Я вот приняла душ, а она продолжает сжечь. После этого я еще сходила в тренажерку, позанималась на плечи и на бицепсы, и на трицепсы. И я с трудом держу камеру, у меня рука лежит на коленке, потому что иначе я по-другому не могу. Я, конечно, очень устала. И съездила, получила посылку. Хочу вместе с вами ее распаковать. Помните, в том видео, в одном из прошлых видео, последних, я говорила о том, что муж хочет меня на каблуках, я не хочу каблуки и все такое. Многие со мной согласились, что я все-таки надену то, что я хочу, в чем я себя чувствую комфортно. Некоторые сказали, конечно, что ну да, но вот ты же раньше надевала каблуки с мужем. Вот, продолжай, раз уже начала. Типа назвался груздем, полезай в кузов. В связи с этим я на самом деле довольно-таки люблю, как... Мне очень нравится, как выглядит женская нога в каблуках, но это действительно красиво, если она сидит. Но ходить по городу на высоких каблуках, там 10 сантиметров и выше, ну это то еще удовольствие. Довольно напряжно. И как бы это красиво не выглядело, я не хочу. Поэтому я взяла себе ледниц, такие тупельки от Юкс. Это их, знаете, да, все это платформы. Сейчас я их померю вообще, они меня... Как они меня, как раз или нет. Посмотрите, у них здесь такой прям маленький каблучок, он вроде бы 7 сантиметров, но, видите, такой довольно устойчивый, не шпилька. Офигенский просто цвет. Я, конечно, запала на этот электрический синий. Я очень надеюсь, что они мне будут удобны. Ну что? Слушайте, они очень удобны от того, что у них небольшой каблук. Все-таки на каблуке преображается уже образ, даже когда такой маленький. Ну и осанка немножко, да, более такая... Не совсем, конечно, как на 10-сантиметровых, прям кукла, но... Офигенски. У них такие там еще были зеленые, и, по-моему, какие-то еще, не помню. Это синий, это моя любовь. И они мягенькие, у них, опять же, здесь вот такое вот мягкое покрытие, и здесь нигде не давит, да, то есть и на косточку на мою не давит. Все так аккуратненько лежит, и сюда тоже не впивается за счет того, что каблук невысокий. Оставляем. Добро пожаловать, туфельки. Удобные, красивые. А сейчас Ярма вернется с работы. Он едет в магазин, чтобы купить все для барбекю, и мы будем барбекюшничать на улице. Погода замечательная. Что это за меня тут за тюленчик лежит? Ну, что это за пупсичка шладенький? Я не могу мимо такого пройти. Я не могу. Мать, мой, зайка. Мать, мой сладкий мальчик. Да, моя любовь. Другой пирожочек вот тут лежит, отдыхает. А третий на улице. Да. Мой сладкий котик. Ты мой заяц. Да. Мать, ты мой хороший. Мать, ты мой хороший. Тебе приятно, да? Сейчас сижу, читаю комментарии под последним видео, где мы были в Финляндии. И знаете, я, наверное, забываю сказать, но мне все время так приятно, когда вы пишете такие комментарии. И такие я очень, кстати, часто получаю, когда я иду на какие-то вечеринки, и все время пишите, Настя, ты самая красивая, ты самая стильная. И вот такие вот все комплименты идут. Мне так это приятно не только за меня, что я такая красивая, по вашему мнению, а и за вас, что вы можете видеть красоту. Потому что очень многие люди до сих пор не могут, а наоборот они ищут уродства и некрасивые какие-то вещи. И когда вы пишете такое, я представляю вас очень-очень красивыми. Ну, в общем, не настолько красивых людей смотрят. И спасибо вам за это, это прям очень приятно. Еще хотела сказать, тоже я получаю комментарии такие, Настя, а когда уборка? А мне за последние две недели два таких видео вышло. Для кого-то это уже оказалось слишком много. Говорят, Настя, давай, хватит убираться, иди что-нибудь еще поделай. Поэтому проверьте, вы вообще подписаны на меня, вам приходят уведомления, там колокольчик стоит, чтобы не пропускать такие видео. Случайно такие, а куда ты пропала, куда я пропала? Я никуда не пропадаю, у меня два раза видео в неделю выходят регулярно. И сейчас я снова начинаю делать больше видео про уборку, чтобы дальше развивать свой канал. Потому что они, конечно, набирают самое большое количество просмотров. Я не могу это игнорировать. Если я хочу развивать канал, то мне нужно делать такое видео. Потому что изначально я уже начала, и YouTube знает, что мой канал про уборку. Так что не надо нам тут ваши наряды, гулянки, уборку подавайте. Поэтому, конечно, я буду такие видео тоже делать, но и влоги я снимать люблю, естественно. Может быть, кого-то эта семья расстроит, что у меня будет больше уборки на канале. Но, с другой стороны, у меня же веселая уборка. Вам должно понравиться. Ярма вернулся домой. Уже вон там делает гриль, разогревает. У нас здесь кукуруза, покрытая барбекю соусом, который покупала сосиска-сарделька. Баклажан я режу вот таким образом, он тогда не сгорает, на самом деле. Лучше готовится. И сверху покрыла его здесь смесь оливковое масло. Точнее, у меня авокадовое масло. Соевый соус, чеснок, соль, перец. У меня здесь сыр халуми, потому что я очень люблю халуми. У Ярма стейк. Здесь курица замаринованная. И тут еще у нас готовится молодая-молодая картошка. Кстати, давай еще помидорку. Помидору загрелим. Большую, мясистую. Как сказали, что это называется, бычье сердце. Ярма напомнила, у нас тут еще рыба есть. Белая рыба, забыла, как она называется. Я ее тоже уже давно мариновала, даже заморозила. И вот теперь разморозила, покрыла помидорами и укропом. Она пойдет на гриль. И помидоры. Покрыла такой же смесью, как и для баклажан. Кроме чеснока, не стала его уже резать. Открыли зонтик, чтобы не намокла вся еда, которая там готовится, грилится. Вот такое лето, какое заслужили. Па-бам! Готово! Какая красота! Здесь у нас все овощи и халуми. Салатик. Ярма просек открыл. Сосиски, всякие курицы, мясо, рыбка. Здесь соус для мяса. Приятного нам аппетита! Да, Максюша? Прошел дождик, так свежо, хорошо, вообще ветра нет. И десерт у нас, у меня, да, сыр чеддер. Это, не помню, по-моему, он в бочке с вкусом виски или что-то такое, но он очень кремовый. Этот сыр чеддер чили, крекера. Здесь трюфельный мед, очень-очень нетипичный. Я забыла как-то слово, но, в общем, он очень специфичный. И десертное вино в такой вот рюмочке. Это от ломоносовского фарфора. Она вообще сделана под водку. Такая рюмка нам подарили на свадьбу. Набор очень красивый, посмотрите. Но я водку не пью. Я вообще такие крепкие напитки не очень люблю, если честно. Больше 15, ну, больше 20 градусов процентов. А вот такое вот сладкое вино. Десертное вино. Да, десертное вино. Оно как раз маленькое. Оно, конечно, не идеально должно быть пошире, но норм. В общем, это мой десерт. Винограда не хватает. Но Ярма его весь лопал. Доброе утро, дорогие друзья. Готовлю себе завтрак. Варю яйца. Здесь у меня уже тост с авокадо, перчик, помидор, огурец. На улице у нас сегодня намного холоднее, чем вчера. Всего лишь 16 градусов. Конечно, время еще только 10 утра, но все же. Погода классная все равно. Выходишь на улицу, и там вроде бы и прохладно, но ветра нет. Дексечка, ты что тут сидишь? Охраняешь вход? Ты выйдешь со мной? Ну, такой приятный ветерочек. Мягкий. Хорошо. На листиках видно их? На листиках роса. Утренняя. Ну, потому что вчера дождь, конечно, еще был. О, яйца сварились. Жду, когда эти цветочки, кстати, дадут цветы. Они должны быть съедобные, ими будет классно украшать блюдо. Мой завтрак готов. Я, кстати, ем яйца вот с такой пастой. Так, это у меня новенькая. Калис. Я, наконец-то, ее распробовала. Это рыбная паста. Шведская. Она соленая такая, прям сильно соленая. Раньше мне было это слишком соленым, а теперь как раз. Привыкла, видимо. И вот с каждым кусочком вместо соли такую пасту. И пока ем, посмотрю что-нибудь на Ютубе. Включила телевизор. Приятного мне аппетита. Кстати, некоторые наблюдают за Дженни в Инстаграме и удивляются. Я в Инстаграме иногда показываю, как она себя ведет. Ну, вот что можно быстренько заснять на телефон. Что она ласкушечка. И все удивляются. Что? А Дженни такая ласковая. Она же серьезная кошка. Дженни. Только хотела рассказать, какая ты ласковая, и ты побежала. Вообще, она, конечно, ласковая, когда сама по себе приходит. Сейчас я ее остановила, ей это не очень нравится. Но она со мной спит всю ночь. Либо прямо у подушки, либо она тумбочку рядом ложится. И спит. Да. И периодически приходит, прям смотрит в глаза и говорит. Типа, чтобы я ее погладила. Требует ласки. Да. Ты ласковая кошечка, вообще-то. Ну, так вот, чтобы к ней подойти и взять ее, она такое не любит. Такое она не любит. Ты моя хорошая. Мурчит слегка. Да. Пирожочек мой. Вот. Вот какая она у меня мочалочка. Мочалочка моя оранжевая. Да. Моя девочка. А я уже оделась в спортивное. Вот там Валера, Полина пылесосит на втором этаже. Поеду сейчас на Блошиный рынок. Это такой рынок у нас здесь недалеко, который работает, видимо, по субботам. Только сейчас там Аня с дочками что-то распродают. Кстати, мне тарелку ей надо вернуть, сейчас возьму. Вот, посмотреть, что они нам продают. И вообще люди туда, похоже, что заезжают просто с машиной. Платят где-то 20 евро за это место. И продают все, что у них, что они хотят продать. Ну, пойдем посмотрим, что там у Ани есть. И вообще, что там продают. Может быть, там что-нибудь интересное. Я приеду домой с покупками. В Швеции очень популярны такие маркеты и вообще секонд-хенд. Мы на месте. Тут так ветрено. Даже не знаю, как я буду записывать с голосом. Так, я нашла. Нашла Аню и девочек. Возвращаю, кстати, что брала, добавляю. Да, мы тут продаем, а тут там подвозят. Ну, вот так вот все выглядит. Все стоят, видите, в машинах. Продают. А я тут наливаю. Надо не кофе было, а что это? Глинтвинчик. А ты не знаешь, с чем тут кофе? У меня, может, этот ирландский кофе тут. Кто мне кто-то написал? Вы такая веселая с утра, что вы пьете? Ветрища, конечно, вернулась. Фух, невозможно было снимать, потому что такой ветер там. И ничего не слышно будет. Постояли с Аней, поболтали. Я, в принципе, не планировала ничего там покупать. Поэтому просто поехала, а не тарелку отдать. Ну и вообще встретиться. Мы с ней очень давно не виделись. Решили, что, может быть, на следующей неделе все-таки встретимся. Приеду к ней домой, посмотрю. Она недавно переехала в новый дом. Но зато ее дочка напекла печеньки. Я купила двое печенек. А еще у нее оказался такой же горшок, как у меня один под орхидею. И я решила... Ну, или он... Или похожий. У меня немножко другое, по-моему, плетение. Ну, в общем, как раз недавно, буквально вчера, я думала... Вот у меня одна орхидея стоит в таком плетеном горшочке, а другая в стеклянном. Надо бы мне еще один плетеный купить в Икеа. Вот. За один евро я купила плетеный у Ани. Все, поехала домой. Сначала в магазин надо заехать в чем-нибудь купить. Что у меня там в списке? Кстати, я, по-моему, рассказывала, да, как я езжу в магазин. Я сначала составляю список продуктов в обычной вот этой вот программе Аполловской. Ремайндерс, как это называется. Напоминания, да, наверное. И я вот сюда записываю, что надо купить. Да даже можно фотографии прилагать, чтобы точно не ошибиться. Вот. И его делю с Ярмо, чтобы он тоже поедет в магазин, и он тоже будет видеть, что нужно купить. Правда, он все не то покупает, поэтому я лучше сама. Смотрите, прям точно такое же плетение, как та моя. Я хочу вот эту орхидеюшку пересадить туда. У нее столько, правда, воздушных этих корней. Почему так много? Можно как-то их подрезать? Скажите, пожалуйста, мне не очень нравится, как они выглядят. Я бы вот, если можно, я бы их подрезала. Или ей плохо от этого будет. В общем, вот. Близняшки. А у нас начался сезон клубники шведской. Шведы говорят, что она самая вкусная в мире. Недавно я попробовала бельгийскую. Она была очень вкусная, такая сладкая. Ну, сейчас проверим, сравним. Не знаю, пока бельгийская выигрывает. Потому что такой вкусный я еще не топила. Вымои два пирожочка сладкие. Но я не могу. Рядышком. Раньше дрались, теперь спят. Рядышком спокойно. Может быть, вы замечали у меня на предыдущих видео, что у меня больше нет вот этих вот лимонадниц для кондиционера и для жидкого порошка стирального. Было одно очень большое неудобство, с которым я не смогла ужиться. У меня были так эти лимонадницы устроены, что после того, как я закрывала кранчик, так как вот эти вот все средства, они густые, в кранчике что-то оставалось еще, да? И вот это все потом вытекало на поверхность. То есть мне приходилось подкладывать туда либо полотенце, чтобы, потому что вот в этот камень впитывается и получается такое темное пятно. Либо мне приходилось подставлять вот эти вот мерные стаканчики туда, и там надо мимо. Но, в общем, это было неудобно. Потом упала одна из этих картин, она была плохо прикреплена, и разбила лимонадницу одну с кондиционером. Хорошо, что его там мало было. Мало пришлось убирать. Я подумала, ну все, это знак. Это знак для перемен. Теперь я использую, я покупаю вот такой кондиционер в пакетах, переливая его в обыкновенную бутылку, в которой я купила когда-то кондиционер большой. Я просто... О! Руки-крюки! Я просто отодрала наклейку от него, и он стал белый. Я не люблю вот эти вот все упаковки. А-ля писты. Кстати, Ваняш у меня тоже. Просто я убрала наклейку, и он такой беленький, а не ярко-розовый. Как будто бы это декор специальный. О, идеально! Идеально! Пошло! Вот у меня полная бутылка кондиционера. Отлично! Еще экологичный. И в такой вазе, в которой когда-то, по-моему, были цветы доставлены, хранятся капсулы для стилка. Теперь вместо жидкого средства я использую вот такие вот пакетики. Ну, вы все знаете, да? Как для посудомойки. Просто кидаешь его на дно барабана. Мне очень нравится. Это проще, чем, знаете, даже вот просто это быстрее. Кондиционер берешь, открываешь, наливаешь. Так же, как и средство, или как порошок. А здесь ты просто пук! Все, готово. А я хочу снять эти постеры. И там еще некоторые фотографии, которые висят на лестнице. Потому что хочется меньше вот этих вот картин. Они классные, конечно, но у меня кое-что в виде не поменялось. Поэтому снимаю. Я их ни на что не буду менять. Я хочу просто пустую стену. И теперь вот эти вот фотографии тоже хочу перевесить на второй этаж. Чтобы на этой стене не было маленьких объектов. Мне вот именно не нравится, что они маленькие. Пусть висит только один. Один большой. Как вы видите, я уже сняла и картину, которая здесь висела. Теперь она у нас вот над телевизором. И вот там вот висела, если помните, большая картина до этого. До этого мне хотелось завесить все, видимо, какими-то постерами и картинками. Теперь мне, наоборот, хочется пустые стены. Ну, точнее, белые, чистые. Чтобы взгляд не цеплялся, а отдыхал. Единственное, что вот эта вот картина, постер, меня не раздражает. Потому что он такой в очень нейтральных цветах. Его почти не видно. И он закрывает дырки на стене, которые... Тут раньше висело зеркало, там такие дырки некрасивые. Поэтому здесь что-то должно быть. У него даже есть функционал. Та-дам! Чистая стена. Вместо вот этой вот одной фотографии теперь висят здесь четыре. Может быть, я их не идеально развесила, но это все время можно поменять. Что-то пока у меня получилось пока только так. А теперь добро пожаловать в мою комнату, которая между гаражом и домом. Здесь вообще висят вся верхняя одежда. Потому что при входе, как вы помните, у нас здесь такая открытая вешалка. Я стараюсь здесь по минимуму держать. Естественно, все это скапливается. Но вот периодически я это переношу сюда. Здесь очень сильно нужно разобрать. Я хочу особенно обувь разобрать, потому что она здесь тоже сохранит. Во-первых, эту полку я хочу переместить сюда. Потому что здесь не очень удобно. Все-таки мы обувь тоже часто берем и возвращаем. И хотелось бы брать ее из удобного места. Потом вот это вот все тоже хочу разобрать, что у меня здесь. И вот тоже всякие полезности. Эти подарки, которые, если вы помните, нам подарили на шоу «Танцы со звездами». Приступаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Добро пожаловать в обновленную комнату. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во-первых, мне нравится, что вот эта полка сейчас уже и дальше идет шире. От этого пространство расширяется. Когда сначала идет что-то широкое, а потом узкое, то пространство сужается. А здесь получается, что как-то больше. Хотя вот эту полку, на самом деле, я бы хотела заменить. Я уже нашла на Амазоне кубы очень классные для обуви. Но когда-то, когда-то изменю, пока сейчас не в приоритете. И вот что с этой стороны. Здесь я в контейнерах у меня обувных. Обувь осенняя, которая сейчас несезонная, сейчас лето. Я ее убрала туда, чтобы она мне не мозолила глаза. Рюкзак с ним муж иногда путешествует, но в тренажерку ходит. Здесь большой зонтик для гольфа, но мы его используем, если куда-то идем. Он просто огромный на троих. И ящик для кошек. Здесь вообще обычно стоит побольше пакет с кормом. Это мы пробуем разные корма просто. И вот этот, кстати, хотела тоже порекомендовать. Самое классное средство. Если кошка где-то написала, сразу обильно сбрызгивайте, смачивайте вот этим вот. А потом уже мойте ковер. Очень хорошо убивает запах. Вот эту куртку байкерскую мне надо продать. Она с защитой, но она очень маленькая мне стала. Я стала побольше немножко. И все шарфики, все это я разложила в контейнере, чтобы не пылилось ничего. Потому что здесь я редко убираю, конечно, и пыль тоже скапливается. В общем, все, что можно было в контейнеры разложила, это вот самые ходовые шарфики, которыми я пользуюсь. Остальные разные кашемированы. Видите, какие яркие. Этот на Маврикии купили. Это новопосадский платок, который с кожанкой будет, с какой-нибудь косухой. Очень классно смотреться. Он огромный просто. Я, конечно, очень редко его надеваю, давно не носила. У меня всего две шапки, потому что я не люблю шапки. И наушники. Кстати, наушники уг или аг, уги. В общем, как и ботинки. И можно слушать музыку по ним. Но они прямо из овчины, они очень теплые. Становится жарко ушам слишком быстро. Здесь мои перчатки и такая полупустая полка, что очень хорошо. Если остается пустая полка, это просто счастье. Здесь брюки мужа для мотоцикла. Здесь мои брюки для мотоцикла. И другие визиры, если поменять на шлеме, нужно будет. И тут тоже разные для байка штуки. И там для обуви уход, и разные роллеры. Ну, такая вот вся ерунда, мелочь. Вот. Маленькая комната, но я, честно говоря, подустала. Тут еще никакого движения воздуха нет. Фух. Да, кстати, вот эта вот здесь одежда висит. Вот брюки вы видели. Это все на химчистку. Она сейчас как раз разобрала пришедшую химчистку. И вот обратно повесила эту сумку. Да, Декстер? Выходим, давай. И вот так вот у меня выглядит прихожая. После того, как я... Эй, фокус! После того, как я в ней разобралась. Эти сапожки нужно отнести, чтобы мне поменяли набойки. Я лежу на улице в таком укрытии. На самом деле, с утра мы уже столько сделали с Ярмой. Ярм вообще молодец, вывез весь мусор. У нас весь гараж был забит ресайклингом. Надо мне как-то это по-другому организовать, потому что в итоге получается, что мы так долго копим, знаете, весь гараж забивается. Потом по два раза надо еще ездить, и все это вывозить не очень удобно. Думаю, что я просто буду маленькими пакетами, готова как мусор, брать с собой и по пути закидывать на ресайклинг хотя бы такие мелкие вещи, как типа упаковка. Вот я покосила газон, поставила себе занозу, вытащила занозу. Вот я теперь поэтому вышла на улицу, полежать. Но я не люблю загорать на солнце. Я вообще на солнце открытом не люблю находиться. Но вот в принципе максимум ноги. Ноги у меня загорают, а так нет. Я тут принесла компьютер поработать и Масечку мой сладенький пришел ко мне. Это такая редкость, чтобы Макс приходил сам. Он обычно такой одиночка. А тут пришел, весь об меня потерся. Да. Мурчит тихонечко. Ты мой хороший мальчик. Моя нежнятинка. Да. Он вообще вот как начал гулять на улице, он стал более нежный. Со мной, не с кошками. Да. Как завязывается драка. Сама пристает к нему, потом сама на него орет. Нет? Разошлись? Мой нежный мальчик. Доброе утро. Сегодня у меня план на новую жизнь. Все, что я делала до этого, было неправильно. Ну, практически. В общем, я тут... Как прекрасно, когда можно пить воду из раковины. Точнее, из крана. Я тут посмотрела видео одного тренера. Который, естественно, продает свой продукт. Но он также дал еще там полезную информацию по поводу кардио и диеты. Он сказал, что само по себе кардио, оно не так эффективно, и оно сжигает жир, только пока ты его делаешь. Это кардио. И когда ты перестаешь, все проходит. Останавливается процесс. Но есть такие тренировки. ХИТ. Хай интенсив трейнинг. Хай интенсив, что-то там. В общем, H-I-I-T. Они называются, их можно найти. В том числе, такого типа и на Фитстарс есть. И эти тренировки, они занимаются всего 10-20 минут. То есть там разные можно найти. И даже 10 минут в день она так разгоняет все процессы, что сжигание жира будет продолжаться до 48 часов. Мне нравится это 10 минут, 48 часов. Также по поводу безуглеводной диеты, например, всегда, когда люди хотят потерять вес, первое, что убирают, это углеводы. И снижают калории, да, понятно, что нужно все равно тратить больше, чем ты ешь. И так все уходит. Я, когда-то, вы помните, я даже делала видео, как я похудела на 5 килограмм. Я просто снизила калораж, и у меня очень легко ушел вес. Я впервые тогда была на диете, чтобы похудеть. После этого начались новогодние праздники, и я эти 5 килограмм набрала обратно. Очень легко, за декабрь. Я не особо занималась, не следила за калориями, ела как обычно, вернулась к своему нормальному калоражу, все, обратно вернулась. И после этого я когда хотела снова потерять таким же способом, я думаю, ну я-то уже знаю, как сейчас я просто урежу эти калории, ничего не уходило. Я месяц сижу там на 1100 калориях в день, ничего не происходит. И вот он тоже говорит, что тело как раз привыкает. Также, например, если не даешь ему углеводы, и оно понимает, что неоткуда взять углеводы, оно сначала берет их из жира, а потом понимает, что нужно, ну как бы там тяжелее их из жира брать, энергию. И начинает просто снижать потребление энергии в день. И по теории этого тренера, чтобы обмануть метаболизм, нужно не просто уходить на диету кето, все, я без углеводов, я тут худею, и все такое. А, один день ты ешь только жиры, полезную, хорошую пищу, жирную, потому что жиры тоже очень важны для организма. Если без углеводов человек еще может прожить какой-то время, без жиров вообще это очень-очень важно, особенно полезные здоровые жиры. А на другой день ты ешь высокоуглеводную пищу, и метаболизм такой, не понимая, типа, что делать, откуда брать, то есть в тот день, когда мы едим только жиры, и он берет энергию из жиров. И вот за это, на такой диете можно очень хорошо похудеть. У него там есть еще другие правила, ну, так же, как занятие с весами и увеличение мышечной массы, это я тоже про это все время говорю, что увеличивать мышечную массу обязательно нужно, и тогда метаболизм будет быстрее. Ну, я попробую, как он говорит, мне вообще нравится, я могу, в принципе, один день жить без углеводов, я очень люблю углеводы, паста, хлебушек, но один день я могу продержаться и наоборот есть побольше жирного. Мы все время пытаемся, ой, жирного не надо, надо, жирное надо, как он говорит, я его буду слушаться, а сегодня, значит, у меня жир, сегодня у меня день, не, не жир, жир у меня каждый день, и сегодня у меня день без углеводов, а завтра я сделаю себе пасту, хлеб съем вкусный, в общем, завтра высокоуглеводное, сегодня безуглеводное, и плюс сегодня я еще делаю хит упражнения, сейчас начну, а завтра пойду заниматься в тренажерку с тренером, наращивать мышечную массу. Ну что, доктор, ты готов к занятиям? что мы тут будем делать? с тренажерку там было занятие на 20 минут, но я съела только 10, то есть 2 круга из 4, потому что я на самом деле очень не люблю такие high intensive interval training, это мое самое нелюбимое, я лучше с весами бы поработала. Смысл в чем, что 30 секунд интенсивных занятий, 30 секунд перерыв, 30 секунд занятий, 30 секунд перерыв. Я, в общем, они такие очень интенсивные, но вы слышите по моему дыханию. я вся мокрая, я дышу, я красная, пусть эти 10 минут работают на меня еще 48 часов, только пусть не попробуют как бы проверить. Сейчас отдышусь немножко, пойду в душ. ты не свалишься, лежишь на краешке. Кисуня моя, кисунечка моя, шляпка. И мой завтрак готов. Здесь у меня яйцо одно с этой рыбной пастой соленой, салат, сосиска, авокадо, огурец, помидоры. Углеводов по минимуму, но может быть там что-то содержится в сосиске, но в общем-то просто жирная пища. Красота. И протеиновая. А я уже одела, сейчас поеду по делам. Сегодня не очень... О, вообще хотела сказать, сегодня не очень тепло и у нас вышло солнце на улице, потому что с утра шел дождь. А это то, что я оделась по-летнему. Белые шортики, маечку и сверху пиджак накинула. Ой, как я люблю этот пиджак. От русского дизайнера, кстати, кто пропустил, что я привозила из России. Это бренд Югона, который можно очень легко купить в России. Не знаю, может быть этого пиджака больше там нет, но у них очень много прикольных вещей. А я пришла домой, готовлю себе ужин. У меня, значит, здесь разные овощи, креветки и овощи. Также, конечно, маленькая кукуруза, которая как бы углевод, ну, овощной углевод. Ладно, я, видимо, не настолько жестоко, по крайней мере, без пасты. Дальше у меня вот такой вот соус, соус карри, который я туда добавлю. И с чем это есть? Вместо пасты у меня здесь вот такая вот лапша, в которой, в которой, по сути, вообще вода. Вот она так называется. Я сейчас вам покажу, что здесь... А, все, оторвала, что у нее тут содержится. Ну, в общем, здесь на 100 грамм 3 калории, 10 калорий. Из них 3 грамма углеводов. Так что, по-моему, отличная замена обыкновенной лапша. И она по текстуре как обычная паста. Так что, вот, имейте в виду, кто вдруг тоже хочет есть меньше углеводов, классно. И еще, я уже показывала, у меня другая есть вот такая вот. Но она не в воде, ее тоже нужно немножко так сварить. Здесь вообще 2 грамма углеводов на 100 грамм и 6 калорий на 100 грамм. Это еще диетичнее. Такая обманка. Вот, смотрите, что у меня получилось. Красота. У нас, тем временем, вечер настал. Мы с Ярмой тут сидели, планировали. У нас скоро мидсоммер. Это середина лета, самый теп, самый длинный день в году. И здесь это празднуется просто как Новый год у нас, как Рождество, это такой большой праздник. На следующий день не работает ничего. Даже торговый центр закрыт абсолютно все. Празднуют все обязательно на улице, веночки надевают и вот это вот все такое. И мы планировали, что мы будем готовить... И мы планировали, что мы будем готовить, какое у нас будет меню, какие напитки. Я это буду обязательно снимать уже в следующем видео, что мы готовим. Поделюсь с вами рецептами летних блюд таких. Спасибо. А сейчас мы сели смотреть сериал, начали новый «Анатомия скандала». Очень интересный, мне кажется, он как-то неожиданно развернется в итоге. Там на рядышком Дексичка лежит, да, мой шлоткий мальчик, конечно, рядом с мамочкой, любимый, Макс сегодня его так обижал. Я не знаю, честно говоря, кто начинает, мне кажется, Декстер за ним бежит, насколько я вижу. Декстер бежит к нему играть, а Макс его, ну, отвечает ему, бежит за ним. Тогда Декстер начинает шипеть, кричать, ему все это неприятно. Он то, что хочет сам играть, но чтобы мы не отвечали так же. Да? Да, Дексичка? Потому что ты нежненький. Вот Макс, кстати, никогда не кричит, когда на него нападают, кусают, он никогда, он все время молчит. Он на улице, по-моему, сейчас. А нет, вот он сидит. Моя зайка сладкая, Максичка. Ну что это за глазастый пирожочек? Макс! Кто такой красивый Макс? Я не могу, ну что это за лапочки сладкие, а? Что за сладкий мой носик? Максичка. Субтитры подогнал «Симон»